купила сегодня вот такого краба краб стоит 6 фунтов вот он уже готовый целый упаковки использовать до 28 августа я хочу вам показать как этот краб выглядит я прям сейчас его разрежу тут он такой видите вакуумной упаковки красивый большой так вот так вот такой красавчик и смотрите вот я его вытащила видите какой он огромный чудесный целый здесь видите самое главное чтоб у него еще были все его клешни вот здесь немножко не хватает это уже не порядок конечно а вообще считается не ликвид если одна клешня оторвана будет уже дешевле я например покупала точно такой же величины крабов в портсмассе по одному фунту потому что у них не хватало клешни какой-нибудь в общем не ликвид свежайшие крабы продавались вот такие огромные один фунт а этот вот я купила за 6 фунтов но скажу я вам что даже за 6 фунтов это вполне прекрасная цена вот если вам этого краба просто-напросто вот так вот на тарелочки принесут если вы его закажете в каком-то папе то вам его принесут на тарелке вот такого целиком немножко об кладут его листьями салата красиво уложит вокруг креветочек и значит еще дольки лимона все это будет выглядеть красиво сейчас даже найду вам как это выглядит я даже нашла такую фотографию это как раз я сама фотографировала когда мы ходили с мужем в пап и я там заказывала себе вот этого замечательного краба целиком здесь видно крабу подается еще белый соус вот в тарелочке отдельно два кусочка лимона помидорчики ну и дальше стоит тарелка чтобы обмывать руки тарелка с обычной водой вот так вот я обожая крабов покупала его и возилась наверное целый час мой муж никогда крабов не заказывал он вот видите его тарелка стоит впереди он заказывал себе либо палтус либо камбалу либо вообще fish and chips он не хотел никогда возиться очень долго вот с этой разделкой краба ну и уже краб разделанный специально приготовленные вам в пабе будет стоить 15 фунтов хотя вы точно также должны возиться и очень долго вынимать это крабовое мясо это знаете на любителя опять же чаще всего сами англичане они такого целого краба не заказывают они заказывают крабовое мясо ну и крабовое мясо вот таким вот образом то есть как-то опять же украшено красиво и видно что это кусочки крабового мяса но чаще всего в пабе вам подадут крабовое мясо вот так сэндвич с крабовым мясом и там это крабовое мясо оно знаете таким вот такой выглядит как пастой с чем-то уже она намешана перемешана и я даже не уверена что там сто процентов это крабовое мясо лишь только возможно что вам туда на мешают каких-то креветок и может быть даже еще и рыбки подбавят обычной вот но англичане обожают именно вот таким вот образом сэндвичи с крабовым мясом заказывать в пабе и кушать поэтому тут надо быть тоже осторожными и хорошо читать и понимать что написано в меню потому что у меня было однажды я увидела что написано краб крабовое мясо я подумала что принесут что-то приличное а мне принесли на булки сэндвич единственное конечно это в два раза дешевле вам обойдется мясо ну и еще хочу показать вам что это очень-очень трудоемкий процесс вот вытаскивать это мясо из такого твердющего твердющего панциря тут нужно разбивать его щипчиками и вытаскивать потом крючком это мясо ну а я сейчас покажу вам как например я разделываю это мясо здесь в домашних условиях очень просто если у меня нет щипчиков я делаю по простому по рабоче-крестьянски вот так и потом достается все это мясо вот она чудесная чудесное мясо но здесь смотрите когда я уже весь его практически оторвала все что было можно открывать вот теперь вот так вот легко можно открыть и теперь вот здесь конечно под панцирем самое основное крабовое мясо но она есть везде она есть конечно же и здесь тоже здесь тоже и вот любители например сидят и очень долго все это мясо извлекают и наслаждаются гурманы а я просто вам показала как выглядит такой вот краб если вы его купите целиком да еще я вам открою маленький секрет я даже вот этого приготовленного краба я опускаю в кипяток и немножко еще подвергаю вот такой обработки мало ли что потому что где он давно как давно был сварен понимаете дело такое серьезное поэтому вот я его еще в кипяточке обрабатываю весь а потом уже вынимаю и все это мясо краба я спокойно ем вот кстати обратите внимание вот здесь под панцирем у него икра вот эта красная это крабья икра вот она и вы знаете обычно конечно стараются чтобы икра не попадала потому что это убивается все будущее потомство но сами понимаете вот этот краб почему-то выловлен немного раньше начала ловли крабов здесь не просто все так а здесь еще и начало путины наверно как начало охоты и начинается ловля крабов это начинается с 1 сентября а у нас сегодня 24 августа вот этот краб значит он был выловлен как-то неудачно ну а в англии ловят крабов очень много и частным образом и артельными бригадами и даже специальные есть такие небольшие суда которые тоже отправляются за ловлей крабов я показывала вам на неоднократно друзья вот эти краболовки которые здесь большом количестве используются все это существует конечно и опять для меня странно то что не очень много крабов можно встретить по крайней мере на нашем острове white опять же это целая проблема чтобы найти вот такого краба как я вам показала сегодня что касается лобстеров лобстер или омар по-другому это как вы понимаете морской рак так вот лобстеров в англии найти намного сложнее нежели крабов и стоят они в два раза дороже по крайней мере вот я знаю приготовленные лобстер вот такой вот крупный довольно таки в том же самом ресторане он будет стоить уже 27 фунтов то есть если краб 15 то лобстер 27 вот вы видите здесь слева показаны щипчики красненькие которыми раздробляется панцирь краба и лобстера и вы знаете потому как очень дорогой этот лобстер чаще всего его вам подадут половинку половинка он разрезается вдоль это уже по-французски приготовленный лобстер он там поливается тоже специальными приправками специями и у него гораздо больше всяких прибамбасов подается вместе с ним вот видите нежели у краба но вы можете также взять и две половинки если как говорится душа желает вот вам подают две половинки этого огромного лобстера с различными приправами и соусами ну вот я могу сказать единственное что англичане готовить это не особенно умеют поэтому если вы хотите какого-то хорошего лобстера себе заказать и съесть лучше езжайте во францию ну или в любую какую-то азиатскую страну вот в таиланде я кушала намного вкуснее приготовлены и лобстеры и крабы ну и мясо лобстера кстати отдельно не продается уж не знаю почему вот такой коротенький обзор сегодня у меня по крабам и лобстерам в англии случайно вполне получился только лишь потому что я вам решила показать мясо купленного краба и как я его разделаю в бою друзья если вам понравилось это видео конечно же ставьте лайки не забывайте всего вам доброго всех я вас люблю и жду на своем канале пока пока